Лавка радости Мы с подругой собрали вещи, которые нам уже не нужны по разным обстоятельствам, но в очень хорошем состоянии, и несем в лавку радости, которая находится здесь же за углом. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы познакомились на Блошином рынке. Я вам уже говорила, славка радости. Сегодня я принесла кое-какие вещи из дома. И вот хочу вам показать, что здесь есть. Ну вот здесь кусочек такой. Это делают своими руками те, кто вот в уютке. Уютка тоже при благотворительном обществе. Помещение довольно-таки большое, но все на худых. Ну вот посмотрите, какие туфли. Туфли на каблуках. Все на худых. О, какая модная юбка. Даже галстучки есть, я смотрю. Прямо сразу все. Часть одежды передается в благотворительные организации, помогающие детским домам, хосписам, домам престарелых, многодетным семьям и другим нуждающимся. Ещё какое-то платье было вот очень красивое. В благотворительном магазине «Лавка радости» можно приобрести любую вещь за пожертвование. Вещи в лавку поступают из социально ориентированных магазинов и организаций, а также приносят люди. Ну вот сегодня принесли мы с подругой. Все собранные средства направляются на благотворительные проекты. Ну а сейчас я хочу немножко рассказать про уютку, потому что я пришла как раз в уютку на занятия. Уютка – это одна из программ ассоциации благотворительное собрание «Все вместе», которая объединяет 47 благодворительных и волонтёрских организаций в Москве в том числе. И благодаря этому фонду можно обмениваться опытами и ресурсами. Пожертвование вот сюда. «Лавка радости» и потом это всё вот расходится для детей. Деньги. Вот видите, даже пожертвовали свои работы. Картины такие. Волонтёры проекта, мастерицы, своими руками создают вещи, в которых нуждаются подопечные благотворительных организаций. Они создают вязаные шапки, шарфы, пледы, игрушки и прочее. Кроме того, мастера уютки проводят мастер-классы по различным хендмэн-техникам. Ну, например, можно сделать бижутерию. Можно научиться вышивать в разных техниках. Есть мастер-класс по шитью. Например, сумки в технике пэтчворк. Кстати, можно научиться вязать носочки с клапанами для недоношенных малышей. Научиться тунисскому вязанию, лоскутному шитью. Научиться вообще вязать спицами, если ты не умеешь, или крючком. Вот я пришла на занятие, я не умею вязать крючком. И я на этом занятии хочу научиться, чтобы поучаствовать в создании пледа для детских домов. Эти работы можно даже делать дома. И какие-то вещи приносить с собой, связанные уже дома. А можно это все делать на занятиях. Научиться и просто сделать какие-то вещи, которые потом передадут, например, одиноким. Или, наоборот, детям. Вот здесь прям вот отдел, видите, для детей. И самые такие модные, красивые вещи. Вещи, которые ты связал, они могут участвовать в благотворительных ярмарках. И деньги, которые собраны за эти вещи, на этих ярмарках, будут передаваться, опять же, в дома престарелых или в детские дома. Всего должно было быть 18 петелек этих. Должно быть что-то. Сейчас скажут, сколько я так на... Значит, я хорошая ученица. Посмотрите, какие замечательные вещи создали мастерицы проекта «Уютка». Это наволочки на подушку и пледики. Очень красивые. Девчонки, которые ушли, они метеористы. Они раз-два, раз-два, раз-два. Ну, примерно. Вот сколько они бы сделали? За сколько вот этот ковер? Ну, смотрите. В день можно связать. Ну, условно, на квадратик уходит у человека от часа до двух. Да? Средний плед – это 70 квадратов. Плюс еще где-то день, как минимум, можем на сборку. Ну, на сборку, да. Как минимум, 70 часов работы. 7 часов работы. Только на квадраты, это если быстро вяжешь. 5 дней. Ну, это... А то и 10. Ну, собрать еще. Ну, 8 часов непрерывно вы вязать не сможете. Ну, понятно. Значит, в день, два, три. Значит, две недели где-то. Две недели – это как минимум. Как минимум, две недели. Это если продуман цвет, не надо думать собирать как. Здесь так все продумано вообще. Если есть возможность хорошо это разложить. Потрясающе просто. Разные рисунки. В смысле, вязки. Какой-то размер получается. Это поменьше. Не метр. Не метр. Не метр. Не метр. Это просто как-то вязать. Спасибо. Покупала наволочку. Да? И сколько наволочек с человеком? И вот из таких квадратиков, связанных дома, принесенных сюда или на занятиях, собирают красивое одеяло, пледы и покрывало. Эти чудесные яркие вещи способны внести краски, в комнаты для людей, для которых они предназначены. Внести радость, любовь и тепло. А это уже я на занятиях учусь вязать крючком. Надеюсь, видео вам понравилось. Мне понравилось, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что оно было для вас полезно. Я с вами прощаюсь. 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 Я с вами прощаюсь.